МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Установление факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Процесс для Верхневожья уникальный. Как по исторической важности рассматриваемая тема, так и по числу присутствующих в зале. Данный процесс является важным историческим событием в целом для Тверской области, так и для установления исторической справедливости. Калининская Тверская область была частично оккупирована с октября 1941 по март 1943 года. Дата окончания временной оккупации связана с освобождением города Белой войсками Красной армии 10 марта 1943 года. Всего в границах современной Тверской области оккупации были частично или полностью затронуты 16 районов. С самых первых дней присутствия нацистов в Калининской области начались массовые казни местного населения. Многочисленные факты преступлений подтверждают архивные документы, выявленные и опубликованные в рамках проекта без срока давности. Сегодня на судебный процесс приглашен Владимир Николаевич Митрофанов, свидетель оккупации города Калинин. Когда фашисты зашли в город, Митрофанову было 8 лет. Он был старшим из четырех детей, с которыми мать осталась в оккупированном городе. Наш дом был заминирован, когда немцы отступали. Я видел, как они бежали, когда наши ранним утром входили в город Калинин, улица Барихина. И великому счастью просто случайность помогла спасти нашу семью. И солдат наших уже пришедших дома не взорвался. Вообще варвары высшей категории, конечно. Владимир Николаевич признался, что за всю свою долгую жизнь так и не решился побывать в Германии. Помнил об ужасах той кровавой войны. Я считаю, что это очень важный процесс. Этого требует обстановка, сложившаяся в мире. В годы Великой Отечественной войны, защищая родину, погибли родные и близкие многих из присутствующих сегодня в зале суда студентов. Эти темы важно поднимать всегда, потому что не в первый год происходят такие события, когда необходимо вспоминать прошлое. И обязательно чтить уроки памяти, которые были у нас. Это очень значимый процесс, потому что Великая Отечественная война – это огромное историческое событие, которое очень сильно повлияло на судьбу людей и на формирование нашего государства. Особенно в нынешней политической обстановке необходимо знать и чтить те события, которые произошли, учиться на ошибках прошлого и развивать патриотический дух. Многие в этот день говорили про искажение истории Великой Отечественной войны, которое началось сразу же после победы советского народа над гитлеровской Германией. То искажение истории, как это пошло, оно не стихийно, оно просто не спонтанно. Это планомерно идёт унижение, идёт разрушение образа нашего русского, советского человека только с одной целью. Россия никому не нужна, кроме нас самих. Поэтому всё идёт для того, чтобы разрушить Россию, разбить её на части, на протектораты по типу Югославии. И тем самым обеспечить будущее себе и своим гражданам. Это известные личности – это Америка, Англия, ну и теперь Запад уже, Франция с Германией. Удивительно, что, нарушая, так сказать, все принципы и уставы, и положение всех подписанных договорённостей, Германия впервые собирается поставлять своих солдат и технику опять на поле боя, так сказать, в Россию. На сегодняшний день такие процессы состоялись уже в 19 российских регионах, территории которых была оккупирована в годы Великой Отечественной войны. Судебный процесс в Тверской области – 20-й по счёту. Запад весь практически старается забыть уроки и итоги Великой Отечественной войны. А мы этого забывать не должны. Мы, наше поколение, уже такое более взрослое. А тем более, я вижу, здесь присутствует много молодёжи, для которых это урок истории, урок того, что происходило в нашей стране, как мы победили этого могучего врага. Территория Тверской области в годы Великой Отечественной войны стала одной из территорий геноцида, проводимого нацистами и их пособниками против мирных советских граждан, поскольку совершённые ими преступления определяются именно как геноцид. Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 года, а также статьёй 357 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы следим за ходом процесса.